Здравствуйте дорогие телезрители, очередная программа профессионал сегодня проходит в Ташкинском государственном цирке. На протяжении 25 лет на этом манеже работает профессиональная личность, которая дарит улыбки. Ну что, давайте с ним ближе знакомиться. Субтитры подогнал «Симон» Вот он я! Здравствуйте! Александр, здравствуйте! Здрасте! Я очень рада видеть вас в нашей программе. Смотрю на вас, у меня уже улыбка появляется. Это хорошо. Это хорошо, да? Давайте начнем с вашего детства. Когда заложилась любовь к этой профессии? О, с детства. Ну, я воспитанник вообще детского дома, в Ангрене воспитывался. И вот к нам в лагерь приехал цирк. Он тогда считался народно-цирковым. Вот, с Ангрена они приехали к нам. И как-то увидел вот клоунов, посмотрел, потом начал глиной жонглировать, падать, сыпиться, другую взял. Ну, стало получаться. И потом уже в училище ребята ко мне подходили у нас, занимались там в цирковом. Пойдем, говорит. Я говорю, ну, а что буду там? Ну, что, прыгать научишься? Нет, научишься. Я как-то думаю, я подумаю, ладно. И потом был конкурс, а ну-ка, мальчики, в училище. И вот они стали делать эти клоунаду. Я им подсказал, я говорю, давайте это уберем, вот так поставим. Ну, свое мнение. Когда выступили уже, меня спросили, да, ты не хочешь? Я говорю, ну, давай попробуем сейчас. Это же ради все-таки класса, как бы говорится. И директор упал там. Ага. А он говорит, я не ожидал, что у тебя такой-то талант. Я говорю, ну, видите, как все скрыто. И вот так потихонечку, потихонечку, да, стал заниматься. И вот так вот. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Два месяца я ждал, наверное, приглашения Я уволился с одной работы Стоял, ждал, уже думал, все, нет, позвали И вот на Навруз уже первая поездка моя была в Волгоград И вот как-то так потом потихонечку-потихонечку в роль вжился А кто ваш наставник был? Нет наставников, как бы сам, да Все внутри, с любовью И смотрю, людям нравится, люди улыбаются, значит Продолжаю, как он говорит, так держать И ушел, дави АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько лет вы на этом манеже? Ну да, где-то 20-25 лет это уже здесь Потому что поездки Вот три группы было Потом что-то эти ушли Нашли себе там получше Значит, не остались Значит, работа для терпеливых это? Да, остается тот цирканутый, самый такой цирканутый, говорят Цирканутый, это ваше выражение здесь Ну да, да, это выражение, что я цирканутый настолько, что у меня, я люблю вот это вот, не знаю, мне хочется, чтобы И смотря на других уже, что-то подсказать, что-то как-то сделать, чтобы цирк был прогресс Прогресс был, не регресс, как обычно Потому что бывает такое Не получается, не получается Надо оставить, отдохнуть Потому что забита голова Вот вы говорите, что вы на этом манеже более 25 лет Аудитория На протяжении 25 лет Как меняется? Меняется, меняется абсолютно Потому что время гаджетов Да Телевидение На телевидении очень много и юмористических передач Стало мало-мало кто сейчас цирк любит Не знаю Вот я помню свое детство Мы приходили Когда шел цирк, мы замирали, смотрели Когда говорили, что клоун выходит на сцену У нас уже улыбка самопроизвольно появлялась Мы ждали, вы понимаете? Что изменилось в детях? Как вы думаете? Как мы можем их привлечь? Дети стали намного такие, типа, продвинутые И мы так надо Люди настолько поменялись Что как будто куда-то Катимся Куда катимся, мы сами не знаем Да Ну вот так только В другом виде я не вижу Потому что детям что надо? Телефон Да Раньше общение было какое Все друг с другом разговаривали Общались, смеялись В гости друг к другу ходили Да Не просто вот Сейчас даже где-то собирается Компания где-то посидеть За сто лет там покушать Да А, сейчас Это болезнь И ушел По-другому я не знаю Привлекать И так уже стараемся привлекать И реклама, допустим Ну пусть даже слабо здесь У нас, я считаю Но есть Что главное в вашей профессии? О, для меня только зритель Добрый, хороший зритель Все Остальное Все от меня зависит Все, что зависит от меня Я отдам Я прям Душа вот На распашку Остальное Какими качествами должен обладать? Коверные Да Очень многим Во-первых Быть веселым Это само собой Потому что Клоун сам по себе Ну не веселым не бывает Если только Да Какой-нибудь роль Не сыграет Типаж свой Ну У клоуна Должно быть все Где-то достал Ну чтобы это было С какой-то Именно шуткой Где-то что-то Идем, идем, идем Вот так, вот так сделай Показал, сделать Нет И пока начинаешь Чтобы что-то сделать Нужно подумать Я вон там всегда Перед выходом Я стараюсь Ну Посмотреть, допустим На народ Приглядеть себе Какого-нибудь Жертву Да Образно говоря Жертву Ну Все должно быть Все Жанры циркового Искусства Должно быть И жанр И акробат То есть Не страшно Должно быть А расположительно Это очень сложно 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 Это очень сложно Причем Я иногда даже Бывает, что внутри Где-то злюсь Тормоза Тормоза Не знаю Попадаются Такие Что Над ними И начинает Все это Смерть Ну Сложно Особенно Вот Наши Вот Именно Вот В это Время Раньше Можно было На Все Все Вот Все Что Творится Вот Вокруг Суда Можно Конечно Но Не все Шутки Пройдут Потому Что Люди Со Своими Проблемами Вот Есть такое Высказывание Клоуни Плачут Вот Что Вы попробуете Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Значит Все Таки Вашей Профессии Важна Доброта Обязательно По глазам Это Прочитать Обязательно Обязательно Злой Страшный Нет Нет Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует А ему А ему прыгать Надо Он Будет Так Несобранный Человек Должен Собираться Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует В жизни каждого человека Бывают моменты, когда он о чем-то сожалеет Выберут профессии Были такие моменты у вас? Насчет профессии не знаю Но остального возможно. Как бы повел бы я себя в другом состоянии, если бы вернуть все назад. Да, может быть. Но я ни в коем случае не это. Не сожалели никогда, что выбрали эту прописку? Значит, оно так должно быть. Вот написано, пиши надо, Джон. Да, да, пиши надо. Все, что написано здесь, так вот и будет. Каждому человеку есть свое. Это вот профессионализм. Аудитория на протяжении 25 лет менялась, но Александр оставался. Я должен быть тот же. И еще даже, может быть, еще добрее становиться. Хотя иногда это доброта самому в этом. Доброта до хорошего не доводится. Был такой Янгибаров, клоун. Он знаменитый. Все номера, все делал. Потому что раньше были такие моменты, когда артист заболел, надо было кого-то вместо него, потому что группу. Коверно пускали. И коверно отрабатывал с шутками, с праздниками, разговорами. АПЛОДИСМЕНТЫ СМОБИТИНСКИЙ ШУМ Мы до этого с вами когда беседовали, вы сказали, что сами себя гримируете. Вот какие краски, что вообще? Расскажите, это нам будет и взрослым, и детям интересно. Это мы покажем, конечно. Я стараюсь сам находить именно это. Потому что многие профессиональные даже коверные клоуны в Европе взять. Сейчас не накладывают такого грима. Стараются. Румяна, губки, глазки, все. Можно будет узнать, кто за этой маской, да? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня речь идет о вашем сотоварище, о вашем коллеге Александре. Что вы еще можете о нем сказать, как о профессионале? Ну, человек, знающий свое дело, веселый человек по жизни даже. Ну и, конечно же, мастерство его. У нас были моменты, когда мы вместе работали. То есть у меня был такой опыт, когда я сам тоже вместе с ним выходил в клоуны. В общем, это такая длинная история, если учитывать всю нашу жизнь, прожитую здесь, в цирке. Это очень весело. И мы всегда вспоминаем с этим как-то со смехом, всегда с удовольствием вспоминаем то, что происходило раньше. Поэтому я всегда видел этого человека веселым, жизнерадостным, никогда никому ничем не отказывал, всегда тянулся где-то помочь. И даже на сегодняшний день мы смотрим, что Саша очень многих и многим помогает. А за какую черту характера вы его уважаете? Веселый человек. Веселый человек. И в каком-то смысле даже и надежный человек. Очень надежный. Может быть, есть какие-то интересные моменты на гастролях. Вот столько лет вы его знаете. Может быть, он свой нос потерял, шляпу потерял во время, я не знаю, выступления. Нет, очень весело было, когда, допустим, мы выходили на ту же самую репризу. И я помню тот момент, когда создавались вот эти шутки. И было то время, когда в процессе какой-то репризы выходил Саша и начинал действительно смеяться. И там, то есть, мы сами не могли устоять. И вот это всегда заводило, может быть. Мы даже иной раз даже не могли слово даже сказать. Оттого вот так сильно смеялись вообще. Значит, он может смех передать от себя, да? Да, да, да. То есть, если он заведет, то все. Вы его считаете профессиональной обещанницей? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы с вами беседовали, вы сказали, что сейчас именно по вашему направлению, да, очень мало. Почему, в чем проблема, Александр? Ну, не знаю, серьезные все стали. А, да что? Смешить нехому на манеже. Да, на манеже, я говорю, что клоунов очень много на улице. Клоуны. А я, жанр у меня коверный, комический план. У каждого свой жанр есть. Коверный мало кто хочет. А я говорю, вот ты кто, говорит, клоуном работаешь? Я говорю, нет, клоунов на улице много. А я коверный. Я на ковре работаю весь вечер. Весь вечер на манеже с вами. Такой-то. Коверный. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что, дорогие телезрители, сегодня было море эмоций, море радостных событий из детства. Клоун – это актер из нашего детства. И вообще, я думаю, что смех продлевает жизнь. На этом наша программа подошла к концу. Чаще улыбайтесь и дарите свои улыбки родным и близким. До новых встреч!